МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Асфатой службы информации телераду компании Гомелю с туда и працуе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. В Гомеле сегодня выбрали членов Совета Республики. Об этом необходимо память. В регионе прошли митинги, присвященные годовине Кострышницкой революции. Музею Гомельского палацево-паркового ансамбля сегодня исполнилось 100 годов. А сейчас об этом иншим больше подробно. Сегодня в Гомеле названы прозвищи членов Совета Республики Национального схода Республики Беларусь 7-го скликанья. В ответственности с действующим законодавством их выборы прошли тайным голосованием. Подробностями в материале наших корреспондентов. Совет Республики – опошняя инстанция на шляху проходжения законопроекта «Праспарламент». Своя особливый юридичный и экспертный фильтр, який гарантует максимальную якость будущих законов. А кроме того, гэта палата территориального представництва, члены якой выбираются депутатами Совета у депутатов, базового узровня. Обовязковая умова, кожный претендент на сенаторское кресло повинен поведомить про храму своей будущей идейности. Самое главное – это повышать услуги здравоохранения, образования, культуры, физической культуры. Это поддержка молодым семьям, многодетным семьям, семьям, воспитывающих детей-инвалидов. И, безусловно, это пожилые, которым нужна наша поддержка, наше внимание. У Совете Республики Гомельскую область представить 8 человек. Подчас работы выборчага сходу, агучываются персональные дадзины. Сярод пропануемых кандидатур – два депутаты областного совета, старшиня областной организации беларускага товарыства «Червонага крыжа» Алла Смоляк и директор Саугаса комбината «Зара» Олег Сленько. Один протендент, генеральный директор вытворчага объединанья «Беларусь-нафта» Александр Ляхау, был членом Совета Республики по переднега скликанья. Сярод остатніх претендентов на посаду сенатора беларускага парламента начальник гомельской мытни Феликс Яшкоу, галунный редактор Рогачёвской газеты «Свободное слово» Андрей Шишкен, мастацкий керауник цирка имя Валерия Абеля Татьяна Абель, старшиня гомельскага областного объединанья профсоюзов Алексей Неверов, урачавтальмолах гомельской областной специализованной клиничной больницы Уладзимир Катович, кожны з их профессионал у своей сферы, доброведая досягненья и проблемы, які необходно ворошать. Я часто посещаю районы, и більше всего проблем, я считаю, есть по доступности медицинской помощи сельского населения. Определённые предложения у меня есть, но, понятно, это надо будет решать совместно, более широко, вместе с здравоохранением и местными властями. Как заинтересовать молодых специалистов, чтобы они оставались всё-таки на районах. Выборы членов Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь проводятся тайным голосованием. Выбранными личатся ты, кто отрымая больш за полову голосов депутатов, які приняли удел у процедуры. У гомельской областя этот рубеж прайшли усе претенденты. Дарэчэ, працаваць у Верхней Палаті Парламента яны будуць на громадской основе. Цель, безусловно, будет одна – работать напряжённо, работать эффективно. И самое главное, чтобы вот эта работа, и, надеюсь, положительные результаты этой работы были направлены на решение тех вопросов жизненных, иных, которые возникают и у наших граждан, и, может быть, где-то в экономической и производственной сфере. Алекс Сюнцюров, Александр Гавейко, Валера Игапанько, Телерадоя компания «Гомель». Сегодня у Беларуси означается 102-я годовина Кострышницкой революции. У «Гомели» до этой падеи промерковали митинг, який пройшёл на площади Ленина. Сегодня яснуются розные кропки гледжения на падеи 1917 года и их уплыл на ход сусветной истории. В этой теме присвешены сотни сурьёзных навыковых доследований, які проводятся в шмат яких краинах. У приватности Кострышницкая революция дозволила Упершиню створить беларускую державу, реализовать право народа на самовызначение, развитие самобытной культуры. Як означается у веншаванні Гомельського облвыконкама и областного совета депутатов, дяку чытым гисторышным пероутворенням республика сформировала уласный политичный, экономичный и интеллектуальный потенциал. Стала на шлях громадского прогресса и створення. Сёня мы у ПЭУ ненаглядзем у будушенью, идем уласным шляхом развития, створаем сучасное своими руками, розумом и талентом, уымяя чины и для ее розквиту. Всё-таки это наша история, поэтому историю забывать нельзя. Я считаю, что много чего полезного, мы потерпнули события, которые прошли 102 года назад. Поэтому это и 80-й рабочий день, и социальные разные. Я понимаю, что ее нельзя забывать. Поэтому наша республика одна из немногих, которой этот праздник не отменила. Я поздравляю всех гомельчан, жителей нашего города с этим прекрасным праздником. Музей Гомельского палацово-паркового ансамбля сегодня означает 100-годовый юбилей. И он был открыт для наведывальника 7 листопада 1919 года. С историей и сучасностью установы ознайомились наши корреспонденты. До своего 100-годового юбилея музей подошел в выдатной форме. Сегодня он уходится в топ-5 белорусских музейных установ. Что год его наведывают больше, как 300 тысяч человек. А в фондах заховывается свыше 250 тысяч экспонатов. Обращая захование и демонстрации раритета, у супрационники музея так само займаются активной навуковой деятельностью. Третий год самостоятельно работает наша археологическая экспедиция, которая занимается изучением комплекса памятников у деревни Мухов Лоевского района и ряда других памятников. Там Кургания Жлобинского района. То есть это тоже очень интересное направление научно-исследовательской работы. Место, где зараз находится Палацово-парковый ансамбль, корыстался популярностью и аж еще у старожитных гамильшан. С 10 до 13 стагодзе тут находился у Мацаваны Дядзинец, потом до 18 стагодзе – замок. У эпоху классицизму Гомель належу буйнейшим проставникам дворанства Российской империи, які володали великими финансовыми махчымастями. Это дозволило узвести побудовы самого высокого Мастацкого узровню. В той час у Воголя характеризуется значными экономичными досягненями. Сукровый завод у Гомеле и паперовая фабрика у Добруши были сучасными предприемствами с найновшими технологиями. Мало кто, наверное, знает, что именно Гомельское имение обзавелось первой в Беларуси телефонной сетью. Впервые телефон был продемонстрирован в Соединенных Штатах Америки на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году. А уже в 1882 году Гомельское имение имело свою, ну да, не общественную, а частную, но телефонную сеть. Юбилей установы у музея Гомельского палацова-паркового ансамбля отзначили проведением международной конференции. По великим рахунку, эта яшэ одна махчимость ознайомиться с навуковыми доследованиями, проведенными у Беларуси и России. Хоть по словах самих удельников конференции, у проведения таких мероприемств УЁС и Яшэ 1+, установление деловых контактов. Международное супрационниство сирот приоритета у палацова-парковых ансамбля. Буквально недавно мы подписали договор о сотрудничестве с музеем-заповедником Ленинские горки. Это Московская область. Также наш партнер, такой яркий, знаковый, это музей Эрмитаж. В следующем году у нас будет новая выставка, на которую мы также приглашаем. Международным сотрудничеством является и участие наших научных сотрудников в различных конференциях научно-практических, в которых они выступают. У истории музея были моменты, кали он мог назавсюду испынить основание. Яшэ до офицейного открытия. У Саковику 1919 года будынок мостно потерпел подчас строкопытовского мятежу. А значную частку каштовностей вывезли в Москву. Прас два годы палац вырешили передать городскому институту сельской господарки. Але потом гэтое решение адменили. У 1937-му музей закрыли знову. Тады установя допамог народный комиссар обороны Советского Союза Ворошилов, який знаходзюся у Гомелі на вучэнях. Падчас Великой Айчыны палац настольки мостно разбурыли, што для яго адновлення спатрэбилася амаль 20 годов. А прачатого была страчена значная частка каштовных экспонатов. Бадай самую опошню кропку у спрышках на конд необходности иснования такого музея поставили тольки у 2007-м. Калі постановой Совета Министра Беларуси музею Гомельского палацово-паркового ансамбля присвоенный статус высшейшей историко-культурной каштовности як уникальному помняку міжнародной значности. Я думаю, музею нужно дальше развиваться в плане работы с посетителями для разных стилевых аудиторий, как для детей, так и для взрослых, плюс для студентов, чтобы это было очень интересно, ну, не только исторические выставки, но и, возможно, даже какие-то научно-образовательные. Сегодня у музея шукают новые формы работы с наведывальниками. Майстер-классы, гульнявые плесоки ориентованы на разные взрослые категории навуково-эдукационные программы. Хоть и от традиционных экскурсий тут отмавляться не плануют. Тем более, что у музея постоянно з'являются новые экспонаты. Мы от Эрмитажа сейчас подарили несколько копий нескольких экспонатов, которые у нас хранятся из фонда Паскевича. И я привез цифровые фотографии экспонатов, которые собирал Паскевич. Он собирал оружие и холодные огнестрельные. Вот эти фотографии я привез с описанием. Так что я думаю, что они займут достойное место в этом музее. Работы у расшоу агульной практики гутерли у Гомельской центральной городской поликлинице. Так само медики обмерковали проект «Клопотливая поликлиника». В установе так само распрацовали пробную систему навигации для зрушного перемещения пациентов. Наши корреспонденты ознайомились с этим на практице. Наталья Кабаева пришла на прием до у расшоу агульной практики в Гомельскую центральную городскую поликлинику. Пытаться об ее проблемах со здоровьем было неэтишно. Але почуть меркование на конт новой системы обслугования пациентов можно. Наталья каже, что заявление у расшоу агульной практики это зрушно. Раньше, например, если у меня заложило ухо или насморк, мне нужно было записываться к лору. Теперь я могу просто быстро попасть в терапевту, к врачу общей практики и на приеме мне промоют ухо или назначат лекарства от заложенности. Это намного быстрее, потому что обычно запить к лору как минимум 2-3 дня. Сами медики признаются, спочатку завоевать довер пациентов было складано. Треба было кожному тлумачить, что такое у расшоу агульной практики и чему это уже не терапевт. Люди блытались, спотребился час. Даречи, зараз перенаучения у Гомеля пройшли больше, как 80% терапевтов. В наступном годе завершать перепадрыхтовку у всех. Учиться треба от одного месяца до четырех. У расшоу агульной практики можа сумешать, например, функции лора, офтальмолога, невролога. Зразумелой, при серьезной проблеме пациента все ж таки накируют до вузкого специалиста. Что ты же саклопотливой поликлиники, то тут так само все сразумело. Медперсонал, затекавленный у тымка, пациенту было зручно и комфортно. И это уже со сферы звычайных человеческих относинов и проявления чувности до тех, кому потребна не только медицинская допомога, а и звычайная спагада. Это приветливый персонал, который как раз заинтересован в решении всех вопросов пациента. Это в кратчайшие сроки проведения обследования, это работа администраторов-консультантов в регистратурах, это электронная запись на прием, это электронный рецепт, и это уход от бумажного документа оборота, а переход к электронной амбулаторной карте. И сегодня у нас вся диагностическая исследование, которое проводится в структуре наших учреждений, они в электронном виде заносятся в амбулаторную электронную карту пациента, и сегодня это в 100% случаев пациент, имея доступ к своему кабинету электронному, может просмотреть свои анализы. Что такое пробная система навигации, башна так само на третьем поверсе. Побач с кожным кабинетом вот такие шильдочки. Так простее ориентоваться у медицинской просторы и не треба морновать час. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельских ВНУ укороняются электронные студентские билеты. Их выдали першокурсникам ГДУ Мяфранциска Скарыны и студентам-медикам. Карта объедула в себе несколько функций. В первую очередь она подтверждает особу студента. Кроме того, это еще и платежная банковская картка и читательский билет. С программы информатизации Гомельских ВНУ познайомились наши корреспонденты. Научальный день студентов начинается не с кавы, а с маленькой пластиковой картки. Без ее не трапить ни на занятки, ни в интернат. Дареши таких турникетов во университете имя Франциска Скарыны каля 20. И на кожную усталевали сшитвальник, а у пластиковую картку обудовали чип. Так, классичный студентский билет перетворился в мультифункциональный документ. В сентября нам выдали такие новые карточки студенческие. Это очень, на мой взгляд, удобно, интересно, современно, потому что мы очень много времени проводим с гаджетами. Это и учеба сейчас, и развлечения, и общение в интернете. Поэтому это очень современно, это новые технологии, интересная вещь. Функции пропуску и студентского посвечения не одины. Пластиковая картка – это одночасовый и читательский билет в университетскую библиотеку и международная банковская картка, на которую наличиваются стипендия. До укоронения такого документа и шли целый год. Першими уладальниками стали 1200 першокурсников денной и завошной формы научания. Мультифункциональная карта обеспечивает работу в читальном зале университета. То есть на карту может быть записана литература, записана, списана в электронном варианте. Но эта работа была проделана заранее. Действительно, каждая книга причипирована, тоже есть чип. И вот с такими книгами уже можно работать электронную запись проводить. В опыт университета затекают и иншие ВНУ. Идею, литерально, празмесяц укоронили и в медуниверситете. Студентские мультипашпорты отрымали амаль полтысячи першокурсников. Их картки, покуль працуют только як пропуск. Студентское посвечение и банковская картка. Функции электронного билета читатша, покуль нема. Але укоронить и гэта планы администрации ВНУ. Наш Гомельский государственный медицинский университет является относительно молодым, но тем не менее идет в ногу со временем. И я считаю, что внедрение данных карточек это очень успешное дело. Мне пользоваться данной картой очень удобно, так как нужно носить меньше документов с собой, потому что все совмещено в данной карте. Найближайшие планы гомельских ВНУ зарабить функционал пластиковых карток больше широким. До приклада, ГДУ имя Франциска Скарыны в будущем начнет супрационничество с библиотечной системой. Это треба для того, чтобы студентские мультипашпорты выкористовались как читательские билеты не только в университетских библиотеках, но и в громадских. В Тымлику и в самой буйной библиотеце региона имя Ленина. Ганна Ковалева, Дмитрий Котов, телерадиокампания Гомель при поддержке АТН. На протягу листопада и Снежня в Украине пройдусь региональные кастинги национального конкурса пригожостей МИС Беларусь 2020. У нашей области они пошнутся 8 листопада у Добрыши и Будокашалева. На кастинги запрашаются беларусок с добрыми внешними дадинами, которые постоянно проживают на территории краины, николи не были в шлюбе и не мают детей. Девушаты должны иметь взрослых от 18 до 24 лет и рост не ниже за 174 см. Татуировки и пирсинг на теле недопущальные. Ознайомиться с датой и часом проведения кастинга в других городах региона можно на сайте Гомельского Аблваканкама. Финал национального конкурса про ГАЖОССИ МИС Беларусь 2020 пройдет в мае в Минску. Малюнки на воде 2. У Центральной городской библиотецы Мягерцина открылась выстава акварели гомельского мостака Игоря Хайкова. На ней представлено коля 30 работ. Одной из холодных тем творчества Игоря Хайкова является лиричный пейзаж. Мостак умеет прислуховываться до природы и докладно передавать Ейстан. Святло и музыка и его картин дарить оптимизм и радость. В осень у автора час для надзирания за изменами новокольного света. В Малюнках Дивна сполучается традиционная для осени шерсть и золото. Глядяши на акварели можно отчуть прохолоду восенского поветра, свежесть дождливого дня, мягкость пухнатого снега, пах квитнейшего саду и одразу опынуться в шатерок порах года. Это третья персональная выстава Мостака у стенах библиотеки Ерцина. Эти и инши новины можете знать на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуске завершенный. Дякую за увагу. До встречи в эфире.